Седьмого созыва председателем общественного движения «Дети войны» Орехиевым Николай Васильевич. Также здесь в зале присутствует заместитель, председатель народного курала НУРУ Николай Артеевич, депутаты государственной, вернее, народного курала Сэмпалу Сергею и Бенбееву Невергоряеву. Спасибо. Значит, пожалуйста, первый вопрос. Я представлю Каламакова Виктора Васильевича. Мой вопрос всех нас интересует, мне лично и большинство из вас, кто нас будет защищать, кто нас будет кормить. У врага самая сладкая месть – это когда мои внуки, мои сыновья, мои правники будут резать своего прадеда, убивать. Самая сладкая месть. Я к чему этот разговор веду? К тому, что мы теряем своих детей, учим жить их по-американски. Это один вопрос. Первый вопрос. Перспектива нашего возраста, мне не хватает четыре месяца до дитя войны, но я все равно немножко так застал. У нас интересует перспектива движения детей войны. Путь изгущается. Мы не имеем права передавать древнюю традицию. Когда меня учили деды, бабушки меня учили, завтра уводили и говорили – это хорошо, это плохо. Сейчас нас, чтобы слушают, не слушают нас. Большинство не слушает, но большинство не слушает нас. Мы теряем их. Поэтому я хочу знать – нас отстраняют от воспитания своих внуков, детей. Стараемся, но их привлекает легкость этой западной жизни. А как что, мы предлагаем, дедушка, бабушка, конечно. Перспективы развития. Что у нас – мрак или светлое будущее? Вот что нас ожидает? Ну, пока порадовать я вас ничем не смогу. В этом отношении вопросов нравственного воспитания. Ничего за последние годы Дума не приняла ни одного какого-то закона по укреплению семьи, по развитию семьи, по увеличению рождаемости. Все направлено только на одно – на уничтожение народа. Я не оговорился. Действительно так. Несмотря на то, что придумал этот материнский капитал, но рождаемость не повысилась. В прошлом году смертность превысила 800 тысяч человек. Почти миллион мы потеряли. Это не никаких виноват. Народ вымирает от сердечно-сосудистых заболеваний – 500 тысяч. 800 тысяч, вернее 300 тысяч умирают от онкологии ежегодно. Ну, а рождаемость с каждым годом снижается. Даже материнский капитал не помогает. Ну, потому что они думают, наши руководители, что 600 тысяч – это большие деньги. Вы мне извините, пусть они на эти 600 тысяч всю жизнь проживут. Я посмотрю, как у них получится. А у нас ребенку в школу собрать. 20 тысяч требуется. Где их взять? Даже больше, наверное. Поэтому движений навстречу этому вопросу практически нет. Только в прошлом году у нас наконец-то убрали вот это позорное явление, когда 50 тысяч были в детские пособия. Наконец-то их догадались. Подняли хоть на нормальный более-менее уровень. Но, с другой стороны, всем неработающим, которые потеряли работу, обещали 3 минималки выплатить и не выплатили ничего. А детям оказали помощь. Два раза по 10 тысяч заплатили за целый год. Вот и вся помощь. А должны были выплатить не менее 12 триллионов рублей. Потому что люди потеряли работу, потеряли предприятие, потеряли довольно много. Но что касается нравственного воспитания, а тут и прогресса вообще нет. Мы едва-едва отбили. Я только вот получил около 60 писем из регионов по вопросам ювенальной юстиции. И был еще такой закон у нас об отобрании детей. Даже слово-то какое-то отобрание не очень красивое и звучное. Но кто-то написал довольно интересный закон, что если ребенку угрожает какая-то опасность, то в 24 часа судья по непроверенным данным имеет право принять решение отобрать детей и забрать в родителей и отправить в детский дом. По 24 часа. Это что такое? Это по какому-то доносу, справедливому, несправедливому, а может быть спаврикованному, могут детей отобрать. Это нанести детям такую травму, родителям такую травму. Я понимаю, что всякое бывает. Ну что, вот вы живете в семье, у вас каждый день детей что ли убивают? Или каждый день родители издеваются над детьми? Ну бывает какой-то там случай. Это же не постоянно. И принимать такой закон, вот мы его едва отбили. Я считаю, что это отобрание детей, но это хотели отбирать нужных богатым людям детей для того, чтобы их продать им. Или за границу. У нас же, мы сколько бились, чтобы детей за границу не продавали. Продают? Продают. И продолжают продавать. И продают их на запчасти, куда, этих детей выращивают. И потом вырезают почки, печень, все что угодно. И это тоже есть все. И это мы никак перебороть не можем. И поэтому говорить о том, что какое-то нравственное воспитание. А какое нравственное воспитание? Если постоянно над родителями нависает то один закон, то другой. И то отобрать детей, лишить материнства как угодно. Можно подумать, что у нас кругом одни идиоты какие-то живут. Зачем такие законы принимать? А потому что зарубежно продавать детей. Отсюда все это идет. И вот эти службы, которые занимаются этим, вместо того, чтобы укреплять семью, помогать этой семье, воспитывать детей, они, наоборот, вывели воспитательный процесс из школы. Говорят, учителя должны учить, а не воспитывать. Мне интересно, вот когда эти законы кто-то пишет, а он что, в школе не учился? Как можно разделить воспитательный процесс от учебного? И как? Если ребенок хулиганит на уроке, то он никакой пользы ему урок не принесет. Поэтому без воспитания обучение тоже не получится никакого. Но я еще раз хочу подчеркнуть, вот мы вносили 8 законов по вопросам воспитания, образования детей. Не проходит. Вот у Единой России есть какой-то Господь Бог, который ей говорит, нельзя голосовать. Вот они сами согласны с этим законом, а голосуют против. Но нельзя так. Ну, я же вам сказал, почему против. А потому что командует сверху вот этот золотой миллиард государств и надо угождать ущерб российским интересам и российского народа тоже. Ну, может быть, я многословно слишком сказал, но это действительно боль всего нашего государства. Николай Васильевич Шапош, Николай Михайлович, председатель района Совета ветеранов войны и труда. Вот вашу информацию послушали и напрашивается вопрос. У нас страна вроде бы есть и нет. Нет ее. Денежки все туда, налоги уходят, за границей. Формироваться там. Вовшоры, вовшоры. Все же. Но они что, совсем, вот как сегодня прозвучало слово, идиоты, не думают о своей стране? О народе основе. Я на встрече с Мукабеновым, Марией, я ей вопрос задал. Почему вы лично голосуете против закона о детях войны, который предлагали КПК? Длинная пауза. Потом у государства нет денег. А вам? Там, не помню, или в июле, или в августе, кажется, или сейчас. Повысили депутатом зарплаты. Хватило денег? Ну, был такой момент. Длинная пауза и начала отвечать на другой вопрос. Ушла. Николай Васильевич, у меня вопрос на основании этого. Они конкретно чем мотивируют и как мотивируют свое голосование против детей войны. Ну, в смысле закона. Против принятия закона. Что они говорят? Опять денег нет. Не держитесь. Это один вопрос, Николай Васильевич. Я прошу прощения. Если можно, второй вопрос. Работающий в пенсионере. Нет хорошей жизни идет человек пожилого возраста, а где-то кто-то на подработку. На подработку. Ну, почему индексации нет? Он ее заработал честным трудом. Он эту пенсию заработал. Кто ворует, у него из кармана прямо вытаскивают его пенсию. Почему ее не индексируют? Как все. Ну, можно сказать или еще ответить? Я прошу прощения. Но, пользуясь, что здесь Николай Евгеньевич, и к нему вопрос. Я присутствовал на общественных слушаниях по исполнению республиканского бюджета за прошлый год. За 2020 год. В элисте. Я не так давно общественные слушания проходил. Я министру финансовому задавал вопрос. 10% безводных в правительственной районе. Практически это самый безводный район. 10% безводных. Так число. Ну почему так? Неспроведение. Неспроведение. И за дорогу на Кормовое. Ростовчане свою половину сделали. Нормально. А наши никак не насмелятся. Так министр, минутку. Не перебивай. Министр мне ответил. В общем-то все инструменты есть. Желание есть. Значит, первоначально они говорили, что нет денег. Теперь они уже не ссылаются. Я им доказал, что деньги есть. Идете откуда их взять. Они не ссылаются. Но теперь аргумент неугольный. Что у нас слишком много льготников. И зачем им платить? У нас дети во имя обыкновенные пенсионеры. И обладают теми же льготами, что и все пенсионеры. Поэтому дополнительных льгот им не надо устанавливать. Они и так хорошо живут. Чего? Греха таить. Как сыном если катаются. Зачем дополнительно нагружать бюджет, если у нас не хватает денег на детей, на их питание. Давайте лучше обратим эти деньги на детей, чем на пенсионеров детей во имя. То есть они хотят выиграть на противопоставлении. Конечно, сейчас молодежь скажет, давайте трехразовое питание в школах сделаем. Давайте. Но ведь аргументы совершенно не заслуживающие внимания. Мы должны задержать пенсионеров, заслуженных в достойной жизни, а не заставлять их на старости лет работать еще и имбексировать импенсию. Ведь у нас дети во имя. Это не Абрановичи и не Алексей Дверги. Если они работают сторожами диеты и получают еще какие-нибудь 5-6 тысяч, то это хотя бы на лекарства. И все. Но, как говорится, сытый и голодного-то не разумеет. Они не хотят уже даже слушать проект. Но ведь проблема есть, если в 30 регионах такие законы приняты, значит, проблема действительно есть. Но на федеральном уровне вот эти 150 миллиардов рублей они платить не хотят. Просто не хотят. И все. Я уже другой аргумент им приводил. У нас, можно сказать, не осталось участников имени. Их осталось очень немного. Им всем уже по 100 лет. Уже дятям-то войны под 90 лет. А участникам войны – это их родители. У нас уже почти не осталось труженьков тыла. Значит, деньги-то сэкономлены. Им льготы-то не платят. Но я ей говорю, ну, эти деньги разверните на детей войны. И бюджет не пострадает от этого. Не пострадает. Ничего не хотят. Вот злого, ненависть, животное к детям войны не позволяет им эти деньги находить. Ну, вы меня извините. Я вам сказал, какие деньги у нас в стране есть. Вот они на универсиаду есть. На олимпиаду 1 триллион 200 миллиардов потратили. Это бы на 10 лет детям войны хватило потратить. Вот на игрушки есть. А вот людей не уважают. А раз не уважают, то и мы не обязаны уважать такую власть, которая не заслуживает уважения из-за того, что в нищете содержат старшие поколения. И вот вы задали вопрос. А почему они не стали индексировать пенсию работающим пенсионерам? Это вообще противозаконное, антиконституционное действие. Так нельзя. У нас индексация пенсии проводится только потому, что инфляцию раздувает само правительство. И она обязана компенсировать покупательную способность пенсии для того, чтобы она оставалась хотя бы на том уровне, на каком она сегодня есть, на нищенском. А не индексируя эту пенсию, но заставляет людей вообще нищенствовать. И некоторые бросают работу, потому что он, получая 5 тысяч какую-то зарплату, теряет те же 5 тысяч в пенсии. Ну, выходит, надо бросать работу. От этого кто выигрывает? Да никто. На 5 тысяч молодые не пойдут. Зарплату не поднимут. Но самое-то главное, нужды в этом нет. Вот после повышения пенсионного возраста, в пенсионном возрасте в фонде накопилось 1 трлн 800 млрд рублей. Вот эти деньги они обещали потратить на прибавление пенсии. А прибавления пенсии нет. Вы сами знаете, что с 2000 года пенсия не прибавляется. Она только индексируется. То есть она поддерживается на том уровне, в каком она была в 2000 году. И все. Только поддерживается ее покупательная способность. Пенсия ни разу не прибавлялась. Ну, так потратите эти 1 трлн 800 млрд рублей на повышение пенсии. Пенсионеры бы сказали спасибо или отдайте эти деньги детям войны. Нет. То есть это какой-то фашистский режим, который содержит людей на уровне фонд слаби. Вот такого режима в стране не должно быть. Мы разработали свою программу. Мы с этой программой идем на выборы. Мы отменим все это. Если у нас будет большинство хотя бы оппозиционных партий. Мы отменим и пенсионный возраст. Он был совершенно необоснован повышен. Мы вернем индексацию пенсии людям и выплатим то, что они не получили за эти 5 лет. Мы вернем индексацию пенсии военнослужащим, которых тоже ограбили. И не только военнослужащие силовиков. Всех ограбили. Только из-за того, что они индексируют им пенсию. Мы выплатим вклады. Вот эти 14 трлн рублей, которые накопили фонд национального благостояния. Да отдадим мы их людям, которые утратили вклады советского периода. Отдадим. И золотовалютные резервы вернем. Они у нас в советской веке были в стране. Сталин тогда, когда организовывался международный валютный фонд, он выговорил себе, что в Советский Союз будет золотовалютные резервы накапливать. Но они будут лежать в стране. И все. И дети ложки отложили. А сегодня нас заставили эти золотовалютные резервы разместить в Соединенных Штатах Америки и в Евросоюзе. То есть они получили бесплатные кредиты от нас. А мы нищенствуем из-за того, что у нас нет денег. Разве так поступают национально порядочные люди? Нет. Так не поступают. Так поступают только оккуманты. Я думаю, что вопрос, который задан в отношении дороги по кормовому, она предстоит на контроле. Но, к сожалению, на сегодняшний день движения в этом отношении нет. Мы поднимали этот вопрос на уровне правительства, на уровне главы республики. На сегодняшний день район не имеет возможности сделать проект с документацией. Насколько я понял, пока в этом году, с учетом национального проекта безопасной дороги, часть дороги на кормовой имеет всю ту часть с мусульманской. Она пока не сделана. Но, по крайней мере, мы в этом отношении двигаемся. Но я хочу сказать другое, что фракция КПРФ в Народном Урале, выполняя доказ жителей приятельства в районе, мы уже не работаем. Я хочу сказать, что видите, освещение идет в дороге. Это вы думаете, что просто так это пришло? Я вам скажу, что бывший депутат Народного права Республики Аллуги, Владимир Сергеевна Ивановна, вы знаете, у нас в городе Кортензе, она его проводила в течение пяти лет. Она бомбила дороги, как называется, Монтурово, по-моему, он занимался. О том, чтобы необходимо федеральные программы в отношении дороги выполнять. Ну, имеется в виду, вы знаете, что мы сделали большую работу и провели, произвели капитальный ремонт, значит, РПНД. Значит, многие жители просто, Фривинский район просто не знают об этом. Вот перед вами сидит депутат Государственной Думы в 2016 году, Алексей Николай Васильевич. Я его специально привез, и мы пошли, значит, в этот респонсер, несчастный респонсер, скажем, с несчастными людьми. Он посмотрел, в каком он состоянии был. Он пришел в ужас. Туалет, дырка в полу. Вы представляете, что это больные люди? Там прачечная красивая. Да. Прачечная, значит, пробита настрой, значит, затекает там, электрика вся разбита. Значит, люди, значит, в изоляторе, мужчины и женщины в одной комнате. В результате что там творилось? В палатах, в палатах, человек просто по полу не может пройти, потому что она забита кроватями, значит, для того, чтобы пройти к своей кровати, она находится возле окна. Человек встает на кровати, по кроватям идет и приходит к своей кровати. То есть переполненные, переполненные палаты полностью, все, что может заставлено, было заставлено. Мебель была там. Вы имеете в ней такой мебели, наверное, еще до революции в наших больницах не было. Вот то, что он увидел, он написал в газете «Право». Все написал, в каком состоянии, в каком состоянии находятся в РФНД. В то время там находилось больше, по-моему, 200 человек, по-моему. Никого не понимаешь, так? Да, да. Больше 300 человек. Значит, мы посмотрели, и, конечно, это было просто. И, в принципе, тогда принято такое решение. Звонили, значит, и за здравоохранение Российской Федерации. Значит, я получил нагоняя, значит, то, что я поднял этот вопрос. Значит, а к Одессе, значит, там были какие-то претензии. Ну, мы сказали, это вопрос необходимый решение. И в 2017 году было первые 22 миллиона, выделенные из бюджета, значит, республики для того, чтобы сделать проект с документацией. А вообще она вошла, где-то, в среде 70 миллионов. Это когда ему. Но, к сожалению, на сегодняшний день он не доделал. Там надо заниматься этим вот таким органом. В общем-то, в принципе, мы помогали, значит, вот здесь музыкальной школе, помогли, знаете. В принципе, просто мы со своей партийной казны, значит, так, выделили деньги для того, чтобы отремонтировать прачечную в РПНД. Потому что просто невозможно было. Там людей просто поубивало. То есть там крыша наслышь, там дождь пойдет, и она электричество откроется. Вы же знаете, что там стоят стиральные специальные машины, правда они старенькие. Вот поэтому в отношении... По колено воды. По колено воды. Поэтому вот вы представляете, что маленькая фракция, партия, которая, в общем-то, сама сегодня каким-то чудом, значит, там, провивается с помощью, значит, Центральный комитет, значит, взносы наших, мизерные взносы оплачивает наших коммунистов. Тем не менее, мы стараемся помочь, облегчить, скажем, жизнь наших людей. Вот на Николая Васильевича, хочу сказать, он про сегодняшний, он про скромный человека. Но он, значит, в 2016 году пообещал, значит, ремонтировать влагания гимназии. Значит, написал письмо Президентский фонд, и оттуда были выделены 17,85 миллионов рублей на капитальный ремонт гимназии. Эта гимназия полностью была отремонтирована. Но Единая Россия почему-то сказала, что это они, как бы, выбили эти деньги. Ну, мы сказали, ну, ради Бога, пусть будет и так. Вот о том, что фракция, вы знаете, ветерана войны, принята был закон такой на республиканском уровне. Это тоже инициатива была коммунистов. Инициатива коммунистов была, значит, копия знамени Победы в республике Комнекий. Поднимали на всех воинских праздниках, значит, в том числе 9 мая. А в этом году и в прошлом году, значит, на 9 мая, по-моему, Николай Николаевич нёс его. Сам нёсит каждый год, но на всех сельских муспарных зданий, районных муспарных зданий, это знамя не поднимается. Я не понимаю никак, чего стыдиться-то? Слава своим дедовым отцом, что ли, стыдиться? До сих пор это непонятно. Вы знаете о том, что, например... Ну, не все, наверное, знают о том, что мы были инициаторами закона о дне памяти 110-го лидерской дивизии. И вот сегодня Николай Васильевич говорил, мы пять лет били, чтобы приняли на республиканском уровне закон о детях войны. Пять лет! Вот здесь вот говорю, 9 раз, значит, на сегодня лежит закон на федеральном уровне, а мы пять лет били этот закон и, в принципе, мы его пробили. В прошлом году, а в этом году, в апреле месяце, значит, мы дополнили там. Там просто ежегодно было, там по 2000 к 9 мая, мы добились того, что, ну, что можно, давайте ежемесячно выплачивать нашим детям войны хотя бы по 500 рублей. Ну, это будет какое-то подспорье. Хотя бы они бы осознавали, что их наконец-то признали детьми войны. Поэтому многое мы делаем, в принципе, отсчитываемся и все сделаем. Но на сегодняшний день, когда Николай Васильевич говорит, когда приехал сегодня с отчетом, у нас прошел съезд. Буквально на днях прошел съезд, значит, и мы на своем съезде выдвинули кандидатов в депутаты, значит, в Государственную Думу. Хочу вам объявить о том, что Николай Васильевич возглавляет группу территориальную, которая уходит в Волгоградскую область, в Калмыкии и Астраханская область. В этой группе находятся представители и от Калмыкии. Вот перед вами сидят два молодых человека. Это, значит, сын был Сергей Александрович, он сидит, наш парень. Вот. Ветеран, как интересный, так сказать, он ветеран Великой Отечественной. То есть он человек, который проранил ветеран Великой Отечественной. Прошел, значит, войну, к сожалению, в Чечне. Был, значит, дыхание командителей. К сожалению, значит, эта машина была взорвана, значит, и... Сережа очень долгое время проезжал в госпитале. Он сегодня является, значит, инвалидом первой группы. У него нет руки. Второй группы, знаете. Первой группой в машину нельзя водить. А он одну рукой в машину будет еще. Значит, с ногой и у него голова. Представьте себе молодого человека, который в таком раннем возрасте, значит, попал в такую переплетку. Он ограживает орденом мужества. Я его знаю с детства. Мы жили в одном квартале. Значит, после этого... Надо сказать, что... Понимаете, человек не потерял вот интерес к жизни. Он получил высшее образование инженера. В Коммунистической партии он пришел вместе со мной. Это в 16 лет он находится вместе со мной. Мы прошли путь. Вот 16-летний, значит, его знает республика. Он сегодня является депутатом народного хурана республики Калмыкия. Зависителем, значит, председателя комитета по законодательству. Много работает. До этого был депутатом городского собрания. В городском собрании очень активную позицию занимал, значит. И вот его соседи на одной улице растут, вот в Листе, значит, в сторону дружбы, значит. Ему всегда благодарны тому, что он добился, чтобы провести канализацию. Понимаете? Канализацию, которую годами не строился, он, значит, добился того, что выделил деньги, построил канализацию. И выделил, в принципе, что это благодарен. Человек очень активный в жизненной позиции. Значит, его уважает у нас партия, значит, за пределами, значит, города Листы, имеется в виду в республике. Мы пришли к мнению, что именно такие люди должны, значит, представлять Республику Калмутии, наши высшим законодательным представительным органом нашей власти. Я думаю, что вы поддержите его. И во время выборов в 19 числах вы придете в урну, значит, и бороться за него. Еще один молодой парень перед вами тоже сидит, я хотел бы его представить. Значит, Убуши Санал Валерьевич, первый секретарь Киченировской районной комитетной партии, значит, руководитель, лидер движения нашей Калмикии, он, вы часто, наверное, кто смотрит передачи «За мной онлайн», он там является ведущим всех передач, кстати, острых проблемных передач, которые не скрывают, показывают всем людям в республике, не только люди в республике строят и за пределами республики, и в том числе, значит, смотрят и власть, которым четко и ясно говорят, где они, как бы скажем, нелесоприятно, так сказать, выглядят и покажут. Это проблема животноводства, это проблема опустынивания, это проблема, проблема с водой. в Привидевском районе, вот мы, значит, на слушаниях, значит, я поднимал опросы, а когда бы вопрос решили, значит, с водопроводом несчастным. Ведь проблема водоснабжения Привидевского района, она еще в советских времен. Вы помните, когда еще по Санкт-Петербурге говорили, вот все, значит, все подземные воды здесь выкопали, все сделали, все. В Верховках есть холодцы были более-менее, сейчас родники все высохли, вода, значит, не приступает, и сегодня более глубже, там вода просто подземные имеют сюда воды, эти Верховые, они горькие, и прицепить их невозможно. Даже у нас животные его не пьют, поэтому это вопрос остро стоит. Буквально вчера мы разговаривали с главой вашей, вашего района, значит, я сказал, вот, вот, звонили мне люди в Привидевский район, значит, что у вас с водой? Ну, пока, говорит, дивное, не закрывает, значит, так, высоте свои, пока дают воду. Я говорю, по Хамрука, Хамрука тоже, в принципе, вода пока нормальная есть. Я говорю, ну, а когда же все-таки вопрос будет решаться? В этом году выдели средства для того, чтобы мы, значит, постепенно, хоть воду какую-то поднимали землю, но, к сожалению, пока нет. Получили вы, значит, два с половиной миллиона, которые вы должны бы отремонтировать скважины, водоводы и все остальное, значит, вы получили, к сожалению, это мало, сегодня мало. Я хочу предложить, сегодня в Хамрукской районе вообще нет воды, воды, потому что тот водопровод, хваленый водопровод, который со Сарапольского района идет, он про воду, значит, и вода, в этом уровне вообще не поступает. Хотя, к сожалению, эту воду, она техническая вода, ее пить нельзя. Но люди ее пьют, потому что другой воды нет. А сегодня вообще прекратилось, я не знаю, может быть, на сегодняшний день какую-то провели, аварийную работу, значит, и вода пошла, но, к сожалению, пока вопросы и не стоят. Вчера буквально на совещании пришли женщины поселка Аршан. Пришли, рыгают, когда говорят, просто женщина не может говорить. Она говорит, ну, второй день сидим без воды, у меня двое детей маленьких. Вторая женщина, значит, многодетная, семь детей. И вы представляете, у нас нет воды, ни в колодце нет воды в связи с тем, что в бассейне можно подать, в связи с тем, что пять из пяти водовозов, два водовоза сломаны, и просто люди в это же оружие успевают, очередь большая, и они не знают, что делают. Вот такие проблемы, они существуют, и, естественно, конечно, люди идут туда, где их услышают. Вчера был приемник Николая Васильевича, значит, почти весь день. Весь день мы провели приемы, значит, и встречи. И, в принципе, мы что удивились, как чему? Обычно на эти встречи вот сидят люди старшего возраста, которые жили в Советском Союзе, знают коммунистическую партию, значит, там служили, работали, значит, поднимали экономику республик Калмыкии, значит, знают все проблемы, которые существуют, значит, у нас в республике. Молодежь как-то вот, ну, еще вот, скажем так, сорок пять, там, пятьдесят лет, там, может быть, там, тридцать пять лет единиц ходили, значит. На сегодняшний день в партию приходят совершенно молодые люди. Вот посмотрите, с нами сейчас ребята здесь находятся, значит, это вот он совсем молодой парень, ему еще двадцати лет нет, значит, он сегодня закончил техникум, поступил в партию, значит, так все это работает. Вот он на сегодняшний день является депутатом районного муниципального образования Синского района. А, кстати, избрали его и в родном семье избрали, и в районные депутаты избрали, одновременно сразу избрали. Ну, мы, значит, решили все-таки молодому человеку необходимо пройти школу, значит, депутатскую и все остальное. И он сегодня работает. Их таких постепенно наращивается. У вас в районе такие ребята есть, их надо привлекать, чтобы они работали. Сегодня-завтра, значит, мы должны будем уходить на отдых, как сегодня говорят, значит, вы вот сидите на отдыхе, мы тоже будем уходить на отдых. Нам необходимо привлекать молодых людей, патриотов, которые сегодня болеют за свою республику, за свой родной край, за тех жителей, которые вместе с вами, рядом с вами с ними живут. Я считаю, что вот таких ребят в Привитовском районе, их очень много. Необходимо просто найти к ним подход, объяснить, и желательно, конечно, чтобы они на эти встречи приходили. Ну, это задача наша общая с вами. Я думаю, что мы вместе с вами сможем, так сказать, привлечь, чтобы они нам помогли, значит, в тех проблемах, которые остро стоят и перед жителями Привитовского района, и перед жителями республики. Я немножко так расширил свой вопрос, чтобы еще, так сказать, не брать слово и продолжать. Если есть вопросы сейчас, так бы, пожалуйста, мы продолжим. Ну, у меня вопрос к Николаю Васильевичу. Николай Васильевич, наш район один из беднейших и выбирающих районов в республике, а республика Аканурия входит в пятерку самых беднейших регионов Российской Федерации. И у нас, я уже два или три раза поднимал вопрос по поводу закрытия санкт-пистанции. В условиях необъявленной бактериористской войны, закрыть санкт-пистанцию в районе – это преступление. Я так и говорил на районной сессии. Но этот вопрос не решается. Второй момент. По поводу инфекционного отделения. И все это отделение у нас находится вместе с детской больницей и зубным врачом. Так? По закону, по санитарным нормам, она минимум полкилометра, а то в километре должно быть до границы села. Так же принимал вопрос восстановить инфекционное отделение. И так же у нас это, плохое положение специалистами и медицинскими работниками. У нас отсутствуют там терапевт, хирург, окулисты, лор. Ну, многие специалисты. У нас операции не проводятся. И у меня вопрос к вам. Какой вы видите ситуацию из-за российского положения, которое все-таки на всей территории Российских Федераций? Ну, президент Путин сказал, что мы войдем в пятерку. Ну, вот вы уже в пятерку вошли самых беднейших регионов страны. Я думаю, что эта пятерка ожидает и всю страну, потому что в стране проводится оптимизация, так называемая. Это же не только у вас. Вот в прошлом году, когда наступил ковид, президент выступил по телевидению и сказал, что врачи, работающие с ковид-больными, должны получать 80 тысяч рублей в месяц. Потом поправился, сказал, что и весь медперсонал должен получать. Но не сказал, где брать деньги. Поэтому решили очень просто. Взяли на 30 процентов и сократили врачебный персонал, а их деньги отдали работникам, которые работают с ковид-больными. Ну, в результате пострадало здравоохранение, а проблема решена не была. В это же время упразднили во всех больницах инфекционные отделения и отдали их под лечение больных ковидом. А в Москве нашли одну инфекционную больницу и стали свозить всех инфекционных больных туда. Там теперь все переполнено, в коридорах стоят койки, в синях тоже. Палаточный городок разбавили. Вот так. Что касается вашей ситуации, но это все оптимизация, денег нет, значит нам сокращать, сокращать, сокращать. Вот я вам говорил, что у нас 14 триллионов рублей из бюджета взяли и отдали за границу. Отдали фонд национального благосостояния, а он размещен за границу. Вот эти деньги, да, эти деньги должны были, ну вот, быть запущены на содержание санэпидстанции, инфекционных заболеваний, строительства, ФАПов, в общем, развития здравоохранения. Но поскольку денег нет, и сегодня в регионах, вот я вам скажу, вы говорите, пятерку бедных. Да, у нас не пятерка. У нас, если в 2005 году было 22 региона донора, а все остальные были на дотации, то на сегодняшний день осталось 9 регионов доноров, все остальные на дотацию федерального бюджета. Но ведь и бюджет изменился. Если раньше бюджет, все доходы в регионах делились пополам, половина регионам, половина федеральному правительству, то теперь 70 процентов достается федеральному правительству и только 30 процентов регионам. Сегодня задолженность наших регионов, то есть дефицит бюджета составляет 2 триллиона 200 миллиардов рублей. То есть это недостаток бюджетных средств. Вот почему сокращают санэпидстанции, больницы, ФАПы, потому что не хватает средств на дефицит бюджета. И еще долговые обязательства. То есть регионы вынуждены были набрать коммерческих кредитов в коммерческих банках и эта сумма составляет 800 миллиардов рублей тоже. Безнадежные положения. Но зачем же мы из бюджета вытащили 14 триллионов рублей? Ну отдайте эти деньги назад. 2 триллиона на дефицит и 800 миллиардов погасите задолженность. Не хотят. Ну а из-за этого вот происходит то, что происходит. Я вам так скажу, что за эти последние 30 лет у нас было 12 тысяч больничных учреждений. Сейчас осталось 5 с половиной. Это больницы ликвидировали. Значит, у нас было кое-какое место в больницах. Два с лишним миллиона коммерческих. Сейчас остался миллион. И вот еще 160 тысяч ковидных прибавили по лапочных городках. Все. Это что, хорошо или плохо? Это плохо. А кто делает это плохо? Вот наша власть. Под руководством партии Земли России. Ну так они должны, наверное, отвечать за это. У нас что? Количество больных уменьшилось? Нет. Вон, а кто эти статистический сборник увеличилось? Тогда зачем? Ликвидировали здравоохранение. Зачем? А ответа на этот вопрос нет. Просто таких людей гнать от власти надо палкой. А не голосовать еще за них. Вот мы сегодня посмотрели статистику. Ну, сейчас делается рейтинг политических партий. Какая партия сколько набирает очков? За Единую Россию готовы проголосовать 20%. Это мало, конечно. Но сегодня такие рейтинги дают. К сентябрю месяцу поднимется до 70% за них готовы. А как? Пенсионный возраст повысили. За кого еще голосовать-то? За Единую Россию. Может, совсем пенсии не решат. Тогда подовольствие получат. Но, тем не менее, 20% это, наверное, те, кого успели привить. Прививка для голосования за Единую Россию. Все так и будет. И обижаться не стоит. Потому что эта власть, она способна только разрушать. Созидать она не способна. Вот даже, наверное, и у вас два построили фельдшерские пункты. Да, министр, премьер-министр похвалил, что в прошлом году 300 фапов построили. Построили хорошие фапы. Ничего не могу сказать. Но половина из них до сих пор на замке. Нет специалистов. Специалисты либо ушли на пенсию, либо за 15 тысяч работ не хотят. И найти не могут. А привезти из города жилье надо предоставить. Предлагают миллион, но никто этот миллион не берет, потому что на миллион сегодня ничего не сделаешь. Вот и все. То есть вот даже при царе и то понимали вопрос, что если учителя посылают на село, то его обеспечивали жильем, достойной зарплатой, дровами. Община обязана была снабжать его продуктами, дровами, чтобы понимали тогда, что учитель некогда ему в лес за дровами ходить. Он должен проверять тетрадки, вести в неплассную работу. Даже тогда это понимали. А сегодня не понимают. Вот этим 122 законом отменили дровяные льготы, отменили водяные льготы. В общем, те льготы, которые были по благоустройству, все отменили. Говорят, да вы что, какие дрова? У нас давно газ, электроэнергия. Дрова. Зачем учителям дрова? В Москве, наверное, не надо. Да и то в некоторых районах надо еще дрова. Пока. А вот в сельской местности, извините, у нас газификация только на 65% проведена. А 35% людей этого газа еще не нюхали. Поэтому дрова пока еще нужны. Это только в московских кабинетах они не нужны. А вот здесь они, к сожалению, нужны. Да и газификация сегодня не всем по зубам. Она в миллионы уже обходится. Сейчас вот разработали программу, сказали, что будем бесплатно газифицировать. Но только внутренние вот газовые приборы, это за счет самих людей. А вот эти газопроводы высокого, среднего и низкого давления, это будет за счет Газпрома делать. Ну посмотрим, как это будет. Потому что у нас говорят одно, а на деле получается совершенно прямо противоположно. Так, ну еще вопросы? Да, пожалуйста. Еще раз извините, я прошу прощения. Николай Владимирович, я по поводу, опять же пользуюсь вашим присутствием, по поводу, по вопросу воды. Ну, что-то нет надежды, что у нас скоро в будущем будет вода. Я подтверждаю. Очень сложный, очень сложный вопрос, конечно. А они готовы? А они готовы? Из Дима водовозь 1200-1500 столь. В поселке Парамайский 2-2,5 тысячи водовозов привезти воды. А что, если это же количество воды, столько же кубов, за год отпущенных и вывезенных водовозами из Дима? Ну, кинуть сланг, установить где-то на водоканале на бывшем или на краю села. И это же количество воды пусть старопольчане нам отпускают. Ни больше, ни меньше. Мы им очень благодарны. Я на всех встречах, когда бываю в Диму, всегда их благодарю за воду. За воду всегда их благодарю. Я, может, не право технически так сложно может решить. Потому что Малич первый, второй там все это дело преодолели. Но мне кажется, в наше время можно решить вопрос при желании. А потом уже вода там будет. Когда? А основной вопрос решит. Если я когда решу. Спасибо. Я так понял, вы хотите кватиру. То есть мы должны договориться с Диму, чтобы квоту, со старополя квоту закрепить. И чтобы мы тот объем воды, который необходимый, условно, посчитать. И закватируйте, составить договор. И каким-то образом этот вопрос решить на уровне, условно говоря, правительства или муниципальных. Хороший вопрос. То же правительство, что они нам не упускают с огонь. Я понял. Я хочу вам сказать. Дело в том, что у нас один из депутатов Народного права Республики Калмыкия является водоганалом. Я себе посоветуюсь как специалистом. Потом мы выйдем свои предложения на правительство Республики Калмыкия. И постараемся. Я думаю, все хорошие, кстати, вопросы. Это новое решение. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть поддержать к тому, когда пока большая вода придет. Если она, конечно, придет. С учетом того, что у нас сейчас проблемы с этой водой. Но вопрос очень хороший. Я думаю, что предложение хорошее. Я просто берусь взять за эти вопросы. Потому что мы уже, вы сами знаете, несколько лет занимаемся этой проблемой. У нас движение, как сказать, есть. Но не так, как мы хотели. Спасибо. Вот по этим квитанциям. А что это? Ну, вот это пакет нам квитанции присылает. Целестер. Это сняли без разрешения. Брошу меня инвалид первой группы. С пенсии сняли. Вот. А, это уже капремонт, да? Да, да, да. Ну, ничего не могу капремонт. Закон принят. Закон такой. Ну, все инвалиды. Они могут вот здесь две тысячи, и тут восемь тысяч. Это с пенсии снимают. А льгот? Льгот ни у кого нет. Мы боролись против этого закона. Мы приняли закон половинчатый. Значит, можно освобождаться от этого налога только восьмидесятилетние граждане. И кто, если в Союзе Российской Федерации принимает такое решение? А в Халмыкии, насколько я помню, по-моему, такое решение было. Ну, четырехквартирные оставили. Даже и по выплачиванию. Ну, к сожалению, это только, вот если мы придем к власти, отменим мы это все. Ну, потому что, ну, это поборы. Они без ремонта отдали вам эти развалинки. А теперь все требуется выжить. Я не плачу. Опять, наверное, будут судебные приставы и опять вот это будут. Снимать никак. Он инвалид первой инвалиды. Третью его. Я так, человек, который с этого района, знаете, да, жители, мы, конечно, будем посвоткать. Вот на сегодняшний день, сейчас вот капитальный ремонт делают в Халмыкинской школы. Вот. Сейчас вот футбольное поле с нами вот по Первомайскому, знаете, да. Мы же, в принципе, не говорим, кто это делает. В принципе, конечно, все идет от того, что... А мы говорим, а мы гордимся. Да, потому что возможности, которые существуют, значит, вот, которые есть, там мы договариваемся. Мы говорим о том, что мы надо, необходимо нам два-три объекта, которые нашли, мы с людьми работаем, нам необходимо что-то делать. А там, конечно, по мелочи, там, где-то, примерно, 50-50, там, 100 тысяч, мы, конечно, стараемся помочь, длинуть и все остальное. В первую очередь, конечно, писать в себе вот такую развалину. Видите, дети. Да, в основном. У нас сейчас у нас степеньки такие. Она живет, там и холодные, все остальное. Ну, мы так посмотрели, надо давать, мы поможем. Спасибо. Вот мы РПНД, когда... РПНД, это... И там, значит, министерство... Опять, ты мне скажи, что же 20 лет мы капитальный ремонт не делали? Да, да, да. Раз вы говорите, что напрямую сегодня вопросы... Ну, там уже не было... Ой, ну, спасибо.